Реакция на критику питомника Сады Урала Маленький еще раз лягнул Почему? Это не Значит Питомник Сады Урала Продолжает использовать фотографии из интернета В том числе и мои Но он не знает, те он убрал Которые были в видеофильме Пять или шесть Извинился, сказал, мы больше не будем А так как он не все знает То есть Все продолжается как было Мы не узнали самое главное Откуда дровишки То есть Я надеюсь, что вот так же как мы Про это самое Перед этим я И здесь то же самое прошу Вот там НПО Сады России На что привают? Это важно Если привают на вишню, то нельзя брать Потому что я не до сих пор ищу и не одного Они продали сотни тысяч за все годы Абрикосы привитые на вишню Это было официально Это я знаю от самого Степана уже покойного Это было А если сейчас продолжают Они одного дерева взрослого нет Их-то ясно не халышат И главное продать И здесь сады Урала Ну кто-нибудь из вас хоть бы допек Ну пожалуйста уже Так же как допек же этот Павел Троцент Узнал, что у них нет Оказывается у них не плодоносят Абрикосы Где же тогда берут косточки Чтобы вырастить те же абрикосы Вот тебе и тебе резюка И вот получается Почему я вернулся к этой теме Итак вот некий человек Вот он В комментариях где-то написал Это мне прислали Спасибо таким правдолюбым как вы Что не поленились написать про это Благодаря Пикабу Я не стал покупать у них Это в данном случае садурал Саженцы Хотел купить на 2 гектара Теперь будем думать И вот представим себе 2 гектара саженцев Я взял тут это 2 гектара саженцев 2 гектара саженцев А нет Сейчас попробую Забыл посчитать Если я садил У меня прекрасно плодоносили У меня было 4 на 5 спало 3 на 5 спало Пассивно 6 У меня на гектаре 300 умещалось А так как садить наверняка будут карлики Потому что они сейчас нормальные Нигде в питомниках саженцы Если продают там свои вшивенькие Или импортные С юга Все равно они Теперь у них все На Привиды на карликовой подвой То есть они вырастают небольшие Их даже рекомендуется садить почти как помидоры Ну чуть-чуть пожиже чем помидоры То есть на 2 гектарах их должно быть Ну допустим так 300 это если садить как я садил Сиенцевые 300 на гектар Здесь можно умножать смело на 10 3000 Ну хорошо 2,5 На 2 гектарах 5000 Итак Вы должны были бы купить 5000 саженцев Вот что Есть же это самое Наивные люди 5000 саженцев Даже если по 300 рублей Ну хорошо 4000 А то напугают Парня Вдруг он правда у них купит 5000 4000 Получается 12 Раз Два Три Четыре Пять Миллион 200 тысяч Ладно Еще не нашел Миллион 200 Миллион Но миллион С него взяли Вот так они Потеряли клиента За миллион рублей Когда я сказал Что вы верните Мои 50 тысяч Потому что из-за вас Я потерял 50 тысяч Вот так вот Господа С этого Урала Вот так вот Гражданки Мерлеева Вот Теперь То самое случаем У соседа корова сдохла Не мое дело А приятно Не знаю Купил бы он на 2 Гектара Яблони Вот они На миллион рублей И выбросил бы Через несколько лет Почему Зайдите на мой сайт Найдите статью А база Шаг вперед Два назад И вы узнаете Человека Который 6 миллионов Вложил В эту посадку Покупку и посадку Такой дрянина Купил И даже когда Ему запретили Приезжать за саженцами А все это Должно было В таких поселочках Прийти Он даже Умнейший мужик Он сказал Позорь меня Это все честно Вот Я говорю Ну как Мне надо рассказать Да Константинович Позорь меня Пускай Вот Я В ужасе был Тут-то Берен А он-то У него-то 8 га Он накупил На 6 миллионов Плюс еще У него 5 человек Было примерно 5 человек Агроном был Да Брагодир был Да Еще несколько рабочих Вот Я говорю Сколько вы платите Ну по тем временам Уже сколько лет 8 прошло Мало конечно Ну 10 тысяч Для Это самое Для горного Города А база Это было Не так Шимало Учитывая Что там Они только делали Что калесили их Вот так вот Госпожа Хозяйка Сада Урала Хотел купить На 2 гектара И я спас Ваш миллион Уважаемый товарищ Я спас Ваш миллион Вот для этого Вебинара Тоже нужно Кстати сказать Вы думаете А вы один такой Если верить Павел Я не лажу туда Потому что На 10-20 Благодарности На такой грязь Наткнешься А потом Носи не спишь Вот Вопрос остался Гражданка Мирлеева Где вы брали Саженца У вас нет Матричного сана Где вы брали Саженца Вы сами признались Вам нечего Вам нечего было Крыть Вы сказали У нас не плодный питомник Поэтому фотографии нет А у нас просто питомник Но питомник состоит Из двух частей Подвоя И привитого Привоя Откуда подвой Откуда привык Где привали Скорее всего Получали готовые Так Ну что ребята Заканчивать будем Список сухих семян Я был очень удивлен Когда у меня все-таки Три человека Заказали сухие семена Я скинул цену До 15 рублей Осенью Хотя бы абрикосы Это у меня то Что сейчас хранится Они не теряют Схожести Проверено В этом году Я У меня вырожай Был не самый большой Поэтому где-то Третий цвет Было продано Годом и раньше То есть Залежало Были свежие Залежало Вот Ну естественно Что Когда Было не больше Двух писем Что плохо взошли Что вообще Не взошли Такого не было Что Вот Что плохо взошли Было не больше Двух писем И Они оказались Со свежего Урожая А 100 Нет Это нарекания И вот Получается Что Сейчас У меня вот это И в сухом виде Пока Продаю по 15 рублей Хоть вишня Хоть абрикос Вот это вот Пожалуйста Простите Новая цена А там цена Будет Полтора Два раза больше Попробуйте А уж Минимальная Заказ Там на 1000 рублей Можно столько Накупить И Все таки Это Даже у кого Уже все есть Самое страшное Что единственное Я вот Критиковал Среди России Но именно Покойный В настоящий момент Степанов Генеральный директор Он у меня Купил Купил 2000 Черенков Он собирался Закладывать Селекционный сад И это был Лучший сад В мире Что ему Помешало Ну В том числе И то Что я отказался Переезжать Хотя У меня Условик Как я Предлагал Это было Не Видно Но я Сказал Себе Все Мне Седьмой Десяток Извините Поздно Вот Нет Десять лет Я мог бы И тут Селекционный сад Вырастил Куда бы я делся Морально Уже было Тяжело Уже Это Это Не те годы Когда Просыпался Ждал Рассвета Начинал Работать Когда Наступала Ночь Я Включал Переноску Прямо Саду Длинную Провод И продолжал Работать Иначе Ни хрена У меня Сейчас Не было Но К тому Времени Я уже Износился Смотрите Вот Они Сухие Абсолютное Хранение Абсолютно Качественное Хранение Субтитры Продолжение следует...